Друзья, анекдот шоу начнется через пару минут, а я, пользуясь случаем, хочу поздравить интернет-портал Mail.ru с 20-летием. Ровно 20 лет назад у нас появился замечательный, великолепный, наш любимый, дорогой интернет-портал. Ну и еще один юбилей. На неделе 30 лет назад на экраны всей страны вышел сериал «Рабыни и Зауров». Вся страна собиралась у экрана и смотрела этот замечательный, великолепный, очень длинный сериал. По этому поводу анекдот вспомнился. Приходит дочь к маме и говорит, мам, ты меня вот все время ругаешь за то, что я смотрю целыми днями сериалы, а сама, небось, тоже смотрела в свое время. Она говорит, доченька, Изаура, что ты такое говоришь? Конечно нет. Ну все, друзья, пора начинать анекдот-шоу. Поехали! Я каждый раз, я каждый раз хочу выйти как-то по-новому, но тем не менее, выхару как-то довольно-таки просто. Собственно, как и анекдоты уходят в народ. Всем привет! Это анекдот-шоу в «Одноклассниках». Я очень рад приветствовать вас здесь. Всех тех, кто смотрит нас в интернете, всем привет! Уж порой кажется, что, ну, закончатся скоро эти юмористические короткие истории, эти анекдоты, эти коротенькие смешливые всякие штучки. А нет, народ, как говорится, не спит, не дремлет и все поджаривает, подгоняет, подливает масло в огонь. И вот один из последних анекдотов, как говорится, на злобу дня. Значит, созваниваются Путин и Трамп, и Трамп Путин говорит, Владимир Владимирович, все, мне надоело, я всех ваших шпионов вообще кремлевских выгоню, вот, с Америки. Вы думаете, мы их не знаем, мы их всех знаем, все. Путин говорит, да ради бога, мы можем и самих отозвать. Ну, и на следующий день Путин, вернее, Трамп приходит, значит, на работу в Белый дом, и говорит, селектор, сделайте мне кофе. Никто не отвечает, он, есть там кто, кофе сделайте. Выходит в коридор, эй, есть кто-нибудь? И ходит по Белому дому, только мышь одна пробежала. Никого, туда-сюда, они вообще, пустой Белый дом. Он так раз, испугался, потом, значит, берет телефон, набирает Миланю, и говорит, слушай, Миланя, никого не могу найти, хоть ты мне можешь кофе сделать? Что? Какой роминг? В каком Домодедово? Вот, собственно, как говорится, свеженькая. Дорогие друзья, не будем тянуть резину, как говорится, в долгий ящик, и под ваши аплодисменты встречаем наших гостей на сегодня. Нет, я все равно это плохо сделаю, хотел фокус показать, но, я думаю, у них это получится гораздо лучше. Замечательные, великолепные иллюзионисты, братья Сафроновы. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 Я знаю, что вы, там, позобрали, там, всякие призы, награды, лучшие альбомы, там, все, везде вас слышно, видно.А вообще, вот, после всего такого громкого, есть грандиозные планы вообще, что может быть мировой тур? Эм, Rolls-Royce Дмитрий경 Так, пойдем. Я тебе говорил, не надо шоу делать! Надо Rolls-Royce покупать! Да-да-да. Ну, расскажи, что talkrowlじ? Это новая п object. Да нет, на самом деле, готовим новый альбом, третий по счету, и уже выпустили первый сингл из этого альбома. Невероятно. Вот он буквально только ворвался в чарты и клип вместе с ним. Так он называется Rolls-Royce? Там присутствует в кадре Rolls-Royce, но песня называется «Невероятно». Так, понятно. А почему именно Rolls-Royce? Просто такая мечта детства. Так что, новый альбом Rolls-Royce уже есть? В аренду взяли? Да. Я смотрю, тебе нельзя ничего... Дай Ане микрофон, ну-ка, расскажи про Rolls-Royce. Потому что у нас много что одно на двоих теперь. А, вот оно чего. Вы как Степаненко и Петросян, да? Много чего у нас на двоих теперь у нас? Нет, не совсем. У нас, кстати, песни есть. Вот рай один на двоих. Вот у нас и теперь микрофон один на двоих. Видите, все по очереди. А ты можешь спеть вот сейчас? Они фокус показали, что-нибудь новенькое. Я вообще все могу. Давай. Ура! Прижимай меня ближе, целуй до мурашек. Говори, как любишь, мне это важно. Прижимай меня ближе, с тобой мне не страшно. Я поднимаюсь выше и выше. Невероятно. О-о-о-о-о. С тобой так невероятно. Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Артик и Асти исполнили то, что они умеют делать. Ребята показали свое умение. Осталось теперь их проверить на то, для чего, собственно, мы здесь собрались. Итак, анекдот шоу начинается. Поаплодируем нашим участникам. И я считаю, пришло время познакомить их с нашим судьей. Это смехомер. Именно он замеряет реакцию зрителей по всему миру. Передает посредством космической связи к нам в студию. 18 тысяч компьютерчиков обрабатывают информацию. Пересылают ее обратно в этот прибор. И вот эта стрелочка показывает, кто из вас был лучше. Как это работает? Итак, запустите нам смехомер. Дадим хорошую реакцию, как будто произошло, как будто произошло что-то невероятное. Допустим, рыбу мы увидели только. Рыба! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это вот, это значит, что вы рассказали прям офигенный анекдот. Я желаю вам удачи в команде нашего оранжевого дивана, зелененького. Сегодня у нас три на два. Ну, будем считать, что силы не равны. Хотя, если вы одержите победу, это будет прямо мощно. Но желаю удачи обеим командам, друзья. И начинаем первый конкурс, который называется, как всегда, «Мой любимый анекдот». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все очень просто рассказывайте анекдоты, которые вам по душе, которые вы, скажем так, рассказываете обычно в компаниях, анекдоты, которые, может быть, вообще преследуют вас всю вашу жизнь. Ну, есть такие, да? Кто начнет? Давайте вот вас меньше, я с вас и начну. Кто у вас? Так не честно. Ну, давайте попробую я. Давай, пожалуйста. Давай ты. Первая леди, да? Ну, я, в общем, в анекдотах не ас, но есть такой, если помню, то пошлый очень. Давай, вот, класс. А я их оставлю, я их оставлю попозже. Я такой самый нормальный, который помню, сейчас расскажу. В общем, утренний обход, врач приходит к пациентам и спрашивает, у вас что, геморрой, чем лечат, йодом мажут, есть жалобы? Нет. Окей, следующий. У вас что, геморрой, чем лечат, йодом мажут, жалобы есть? Нет. Третий. У вас что, ангина, чем лечат, йодом мажут, жалобы есть? Можно мне первому, пожалуйста, мазать? Жикарно. Немного. Неплохо, Ань, пойдет для затравочек. Кто у вас? Да, Сережа. Ну, я уже взял микрофон, я отвечу. Значит, любимый анекдот тоже про фокусника-ковбоя. Приходит, значит, фокусник-ковбой в бар такой говорит. Что это? Значит, хотите, джентльмены, хотите фокус? Все-таки, да, хотим. Налезть к нему бесплатно стакан виски. Ему наливают, он так выпивает стакан виски, подбрасывает его, достает револьвер, направляет на стакан. Стоять! И стакан забирает в воздухе. Все-таки, вау, ничего себе, весь бар замер. А вот тут дело так, свистит, стакан падает, разбивается. Аплодисменты там, все в шоке. И тут дедушка такой выходит, дряхлый такой старичок, выходит, говорит, внучок, слушай, дорогой, у меня тут уже проблемы, ну давно уже, женщины, не могу, просто вот выручай. Он так берет револьвер на него. Стоять! Дедушка такой, о, бог мой! А ну-ка, кто свистит, убью, сволочи! Вот такая зарисовочка. А сейчас нет таких фокусников? Вот если бы у вас такая программа была, сразу очередь бы стояла, понимаешь, что бы? Все с револьверами. На шоу, приходи. Как раз-таки. Хорошо, давайте, пожалуйста, чем будет бить команда «Оранжевый диван»? Вот, в голову пришел, вроде бы детский, но все равно со взрослым смыслом анекдот. Пойдет. В общем, пятилетняя девочка приходит в детский сад в таком новом ярком розовом платье, очень красивое. Воспитательница ей спрашивает, вау, там, Аленушка, какое у тебя красивое платье, кто же тебе его подарил? Девочка отвечает, не подарили, она ревела. Я тоже помню анекдот, когда сидит такой наркоман в парке, ну и все, совсем его уже просто растаращило, и он такой уснул. И тут маленькая девочка, на-на-на, на-на-на, подходит к нему такая, а он на скамеечке такой прикорнул, она ему так тонусы тогда трагит. А на раз убежала, а он, а-а-а, раз и опять туда в кислоту обвалился просто. А на раз убежала, а на раз убежала, смотрит девочка, ага, смотрел на нее, смотрел. Сел. Сломал, сухо! Ну, прошу, кто вас рассказывает? Ну, такой анекдот. Давай, Сереж. Внучок спрашивает дедушку. Дедушка, а как ты познакомился с бабушкой? По интернету отвечает дедушкой внук. Так даже еще не было интернета. Ты подожди. С какой конкретно бабушкой? Какой современный анекдот. Так, кто у нас? Ань, давай, давай, любимый. Уже пора, жги, жги прям. Это, на самом деле, единственный анекдот, который мне не нужно готовить, и который я знаю. Он коротенький, но пошлый. Сразу извините, я, конечно, девочка, но... Нет, все нормально. Нас пошлит, люблю. Мне кажется, я уже покраснела. Хоронят старую... Хоронят старую проститутку. Так. Стоят два молодых человека, разговаривают на этих похоронах, и говорят... Один другому говорит, наконец-то они вместе. Один спрашивает другого, кто? И второй отвечает, ноги. АПЛОДИСМЕНТЫ Илюха, давай ты расскажешь. Давайте. Ну, фокусник рассказывает анекдот про фокусник. Так. Значит, корабль плывет в море, на корабле выступает фокусник. Все матросы собрались на палубе, все это идет представление. Фокусник, значит, достает красный платочек, засовывает его в кулак, с другой стороны достает его уже в зеленом цвете. Все матросы просто в отпаде, всем нравится, хлопают, крики браво. Значит, и на плече у капитана сидит попугай. Говорит, вы что, серьезно? Какой браво? И вот я же видел, вот он же платок в руках себе засунул. Вы что? Фокусник, значит, усложняет программу, значит, достает дама буби, валет крести. И сейчас, друзья, внимание, карты исчезают в воздухе. Все матросы опять хлопают, все довольные. Попугай же нервничает. Вы что, тупые? Чего вы хлопаете? Чего ты орешь? Вон же! Я эти в садике, эти фокусы еще показывал. Вон, смотри, он за манжет заспрятал. Вы что, не видите? Значит, фокусник достает два китайских кольца и одним движением соединяет их в единую цепь. Но тут уже и капитан, все, просто браво, браво, овации пошли. Попугай уже хриплым голосом орет. Стойте, вы что, идиоты, тупые, что ли? Да он же в кольце прорезь, вон в кулак ее спрятал, вон! Тут, значит, корабль случайным образом натыкается на древнюю мину Первой мировой войны еще. Огромный взрыв, все, корабль в щепке. Минут через 15, значит, такой кадр. Уже море утихло. Плавают щепочки. Плывет, значит, красный платочек фокусника. Плывет дама Буби. И тут в кадр вплывает попугайчик на досочке. У него так еще перышки дымятся еще чуть-чуть. Он так одним глазом смотрит на воду. Смотрит внимательно, смотрит. Ладно, сдаюсь, где корабль? Кто у вас рассказывает? Про Волочку у меня есть большой анекдот. Про Волочку, благодатная почва. В общем, приводит Волочка домой трех девушек к маме показать. Типа спросить мнение. И говорит, мам, смотри, угадай, кто из них моя невеста? Мама говорит, тю, так вот это вот справа. Волочка говорит, блин, как ты так сразу угадала, вообще не пойму. Говорит, так она как зашла, так сразу меня бесить начала. Друзья мои, давайте действительно разберемся, есть ли у вас тут какая-то дискриминация. Почему у нас Андрей не рассказывает никакие анекдоты? А я очередь не дошла. Однажды шпагоглотатель по неосторожности проглотил вилы и умер от передозировки. Вот так вот. Прошу, команда оранжевого дивана. Разговаривают два молодых человека, и один другому говорит, слышь, Юрчик, а ты что Ленке на Новый год-то подарил? Скажи, под елку, что положил-то? Он говорит, ну я ищу до сих пор. Он говорит, почему? Тайга-то большая. Давайте подводить итоги, друзья. Давайте посмотрим, что намерил наш замечательный смехомер. Итак, мой любимый анекдот. Результаты нашего первого тура. О-о-о. Со счетом 80-90. Пока впереди. Прилучно. Братья Сафроновы. Рекомендую вам собраться. Еще не все потеряно, только все началось. И сразу же продолжилось. Я с радостью объявляю наш самый мощный, самый боевой конкурс, который так и называется «Баттл». Поехали. Итак, ну, сами понимаете, собственно, из названия, я всегда говорю, батл – это битва. Вы сражаетесь друг против друга, как все и было. Но теперь уже в рамках каких-то заданных тем. Обратите внимание на смехомер. Вот различные темы, которые мы предлагаем вашему вниманию. Даже есть разные. Разные – это если уж совсем там разгуляться, то это и эта тема. На любую из этих. Нажимаем вот так вот на планшет. Крутится барабан. И… О! У-у-у! Кажется, я знаю, чья тема. Какой я анекдот вспомнил? Вот вспомнил. Значит, девушка лежит, и парень ее так целует, начинает целует в губы, потом шею, говорит, я люблю тебя. Она все позволяет ему дальше, она целует ей грудь, я люблю тебя. Целует ей живот, говорит, я люблю тебя. Она ниже, ниже. Я люблю тебя. Ну, что-то там, ну, на вялом, да, но про секс. Старый такой анекдот. Понятно все? Давайте начнем, братья, с вас. Очень понятно. Нажимайте, пожалуйста, кнопочку, выбирайте категорию, жмите на планшет. О, рубрика «Охота и рыбалка» есть про рыбалку? Есть про охоту. Давай про охоту. Забыл. Охотник возвращается на базу после охоты. Весь чумазый, грязный, мокрый, вспотел весь. Значит, открывает дверь, у него на спине огромная туша кабана. Он ее, значит, так сваливает на пол. Фух, его. Ребята смотрят на него. Вась, слушай, а ты же с Петровичем уходил, где же он? Ой, парни, Петрович что-то ему плохо стало, что-то за сердце схватилось, там что-то упал где-то, лежит сейчас там на просеке. Так что ж ты кабана-то притащил? Тебе же надо было Петровича принести. Ну, в смысле? Петрович никто не сопрет. Пожалуйста, выбирайте. Артем, нажимай, пожалуйста. Пошла. У нас случайность выбора. Семья. Замечательная тема. Прошу. Вот хороший дуэт. Ты выбираешь, она рассказывает. Шикарно. Дополняем, выручаем друг друга. В общем, 4 утра, звонок, дверь. Муж не понимает, в чем дело. Просто стук такой в двери. Он закрывает дверь, жена просто стоит такая, никакущая, просто в хлам. Ты думаешь, что у тебя в таком виде домой, что ли, поищен? Он, нахер надо, я за гитарой. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас Арчик докликивает, если что, рядышком. Ну, давайте. Кто? Нажимай, пожалуйста, Андрюша. Нажимай. Категорию выбираем для вас. И... Больница. 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 Вот больницы у нас еще не было. Все, что связано с веселыми болезнями. Давайте. Театральный анекдот. Мне рассказал его еще наш педагог на театральном курсе. Значит, приходит крутой психотерапевт, или как это, психологи. Приходит в больницу, ему устраивают осмотр, показывают пациента. Здесь у нас Наполеон, здесь у нас, значит, там президент, здесь у нас там еще какой-то идиот. Вот. А тут у нас очень опасный пациент. Вот вообще, вот мы туда заходить даже не будем. Ни в коем случае, потому что, не дай бог, он выпрыгнет, порвет вас. Нет. Не надо. Ну, а так окошечко открывает, там такие глазища красные на него. Бамс! Он сдержался, смотрит, такой, там, как, знаете, представьте себе, камень, когда опускается, он такие зубы стиснутые, десна в крови. Он говорит, да все нормально, открывайте. Господи, я и не такие, значит. Открывается дверь, врач только так вступает туда, и тут эта махина на него. Значит, этот врач отнял быстрее, хо, в коридор. Эта махина за ним. Значит, врач быстрее по коридору, блин, забегает. Нажимает по девятый этаж, быстрее, значит, блин, уже там под кучей. Давай быстрее, бать на махину. Эта махина, значит, по лестнице, за ним бежит. Врач убегает на крышу, такой закрывает дверь. Махина, это раз, дверь расшибает. Врач быстрее, ну, уже все, край сцены. Ой, с этой крыши врач стоит, такой, боже, эта махина поджигает. И такой, теперь ты водишь. Тут главное эмоционально рассказать. Хорошо, что все хорошо закончилось. Да. Прошу вас. Ань, давай ты выберешь категорию, нажимай, пожалуйста. Глядим-ка мы. Блондинки. Ты знаешь, что они не говорили про блондинок? Ну, ладно, идет блондинка по улице. Вот идет, у нее одна грудь голая, одна, ну, прикрытая. Вот, и все на нее только смотрят, типа, что такое. Она идет себе нормально, там сиськой машет. Вот, и проходит чувак просто такой, девушка, ну, ну, что это? Посмотрите, у вас грудь, как вам не стыдно. Она, аааа, ребенка забыла в автобусе. АПЛОДИСМЕНТЫ Идет сиськой машетки. Для тебя есть. Так. Так, так, так. Звери. На базаре, значит, мужик стоит и продает комара в банке. На банке написано, заменитель мужчины 25 рублей. Ну, значит, женщина подходит, так смотрит. Ну, это интересно. Это, да, очень интересно. А как это работает? Мужик говорит, ну, чего, приходишь домой, значит, раздеваешься, открываешь банку, выпускаешь и ложишься на кровать. Если что вдруг случится, вот телефон на баночке мой, звони. Ну, значит, покупает она, приходит домой. Вдруг под ночь уже звонок мужику. Ну, чего, я, значит, это, разделась. Открыла банку, выпустила, легла, лежу, жду. А он сел на стенку и сидит. Мужик, так, лежи, сейчас выезжаю. Через 15 минут приезжает, забегает в комнату, раздевается, смотрит на комара, говорит, смотри, тупица, последний раз показываю. Слушай, прикольный бизнес можно организовать вообще. Да, стоишь себе с комарами, там, выезжаешь изредка. Нормуль. Прошу вас, давайте, выбирайте категорию. О, не было такой рубрики еще. Ракета. Национальности. Пожалуйста. Знаю, есть у меня один анекдотик. В общем, Изя, а это правда, что ты все деньги ворам отдал, бандитам? Он, таки да, конечно, они мне ставили паяльник в жопу, утюг на грудь положили и все это еще в розетку включили. Ну и что? Как что? Что мне ждать, пока электричество намотает? Какой умный зашел. Давайте еще вы одну категорию, пожалуйста. Андрюша. О, армия. Армейские анекдоты. О, ребятушки. Дело было в армейском госпитале. Так. Врач ведет прием вместе с студентом-практикантом. Значит, вдруг звонок, он принимает, значит, солдатиков. И тут, значит, звонок по телефону, врач отходит там куда-то в другой кабинет, значит, что-то там разговаривает. А студентик продолжает прием этих самых солдатиков. Врач возвращает, спрашивает, ну, докладывайте, что произошло. Ну, говорит, один пришел с поносом. Я ему дал слабительное. Ну, он вышел такой в коридорчик, идет, идет. Потом так побежал, побежал. А потом остановился. Ну, наверное, помогло. Потом второй пациент приходит, на костылях, ножка сломанная. Ну, я ему тоже дал слабительное. Он идет на костылях, только по коридорчику идет. Ну, как костыль откинь, ты побежал. Ну, наверное, действует. Помогло, да. Да, потом третий пациент приходит, значит, третий солдатик приходит, такой, а у него кашель. Ну, я ему тоже что, даю слабительное. Ну, вон он там сидит в уголочке, жмется что-то, боится кашлянки. Наверное, действует. Выбирайте категорию. Чикс. О, секс! Стоит, в общем, дедуля такой в аптеке, говорит, девушка, мне, пожалуйста, книгу жалоб дайте. Фельдшер говорит, я все понимаю, скажите, пожалуйста, зачем. Говорит, у вас презервативы плохие, они рвутся. Сзади стоит дедок такой, а еще гнутся и сползают. Друзья, аплодисменты, давайте подводить итоги. Что же нам намерил наш уважаемый мега-прибор? Зрители сломались. Он не может сломаться, мы его купили сломанным. Итак. О-о-о-о. Это мощно. 80 на 60. Поздравляем команду оранжевого дивана. Сравняли счет, молодцы. Счет 1-1. Но, видите, все-таки вот эти самые знания, анекдотов, вот нам и помогли. Да? Поаплодируем нашим участникам. И я с радостью приглашаю вас в нашу специальную рубрику. В ней вам будет очень-очень и просто и легко. Потому что рассказывать ничего не нужно, потому что рассказывать будут вам. Рассказывать будут простые люди, которых на улице останавливает наш специальный корреспондент Эл. Внимание на экран. Народный анекдот. Вы знаете, бывают такие моменты, когда двое талантливых людей встречаются. И сегодня именно такой. Вот я, а вот Пушкин на Пушкинской площади. Привет, Вадим. Привет, дорогие гости нашего анекдот-шоу. Я уже на улице города и готова найти классные, смешные, крутые анекдоты и заплатить людям за это деньги. Погнали! Добрый вечер. Как ваше настроение? Как ваши дела? Вы попали вот туда. Смотрите, в анекдот-шоу к Вадиму Галыгину. Если вы расскажете мне смешной анекдот, вы прямо сейчас заработаете немного денег. Я, не знаю, на кофе, чай, вообще на все, что захотите. Знаете анекдоты? Петька, ничего ты не понимаешь. Вот это Эйфелева башня. Вот это и все остальное. Дай по-английски умри. А, ну да, блин. И вы реально зарабатываете деньги. Спасибо вам большое. Да, вот мне тут подсказывают, типа, мочи. Давай, чувак. Весь 18 лет. Я не упеваю. Нет, скажи имя тебе, я еще 17 лет. Спасибо вам, держите. Я могу рассказать анекдот вам. Если вы его знаете, вы останавливаете меня в любой момент, продолжаете и все равно побеждаете. Ну давайте попробуем. А, ну давайте, супер. Почтальон разносит газеты. Звонит в дверь. Открывает дверь такой маленький парень, сигары в зубах, пьет стакан виски такой со льдом. Почтальон офигел спрашивает. А родители дома есть? Он такой, подыхает ты. Говорит, а сам-то как думаешь? Спасибо вам большое. И вы чуть-чуть заработаете. Да, заработаете немножко денежек. Держите, это вам. Просто пау-пау вот так нужно бабом. Ой, да. Ну что, дорогие друзья, мы в очередной раз убедились в том, что я суперклассный специальный корреспондент. И то, что у россиян есть чувство юмора. Я выбрала три анекдоты, а вы, дорогой ажири, выберите лучшие из них. И подарите этому человеку три косаря. Вот бы мне так. Разговаривают два мужчины. И говорит один другому. Вот захожу я домой, а жена в кровати, а глаза хитрые-хитрые. Смотрю на нее с подозрением. Такой, лежу под кровать, а там любовник. Он такой, ну, я тебе устрою. Второй мужик ему говорит. Да это что, я как-то прихожу домой, а там жена с любовником. И глаза у обоих хитрые-хитрые. Я смотрю под кровать, и точно всю брашку выпили. Одна мужская пара отмечает свое 70-летие совместной жизни. Подходит дед к папке и говорит. Вот старуха, прожили мы с тобой 70 лет. 10 сыновей вырастили. И всю жизнь меня мучает один вопрос. Почему 9 наших сыновей похожи между собой, а первый, ну, вообще ни на кого не похож? Признайся, ты мне не изменяла? Бабка такая, да, был грешок. И от кого наш первый сын? От тебя. Мужчина читает газету, вот, видит объявление, продается говорящая собака. Ну, думает, что это за дела такие. Думает, давай-ка наберу, все равно я ищу собаку. Ну, звонит там хозяин, берет трубку, говорит, да, продается говорящая собака. Он говорит, да вы врете, наверное. Он говорит, а вы приезжайте и убедитесь. Ну, приезжает он, значит, домик на окраине города, стучится в дверь. Открывает мужчина, говорит, сейчас я вас проведу к говорящей собаке. Ну, выходит такой бульдог статный в костюмчике. И начинает говорить, здравствуйте, меня зовут так-то-так-то. Ну, этот человек офигевает, просто не понимает, что происходит. Вот, и спрашивает, как ты вообще, как ты научился говорить? И он рассказывает, что сначала он служил на советскую разведку, потом переехал в Лондон, в Лондоне еще работал на британцев, стал двойным агентом, потом написал письмо Сталину, ему разрешили вернуться и так далее и тому подобное. Ну, покупатель потенциальный подходит, отводит в сторонку продавца и говорит, слушай, а чего же ты его тогда продаешь, замечательный пес? Он говорит, хочу поскорее избавиться от него. Он говорит, почему, он же стоит миллионы долларов, это разговаривающий пес. Он говорит, знаете, мне кажется, он пиздит. Давайте поаплодируем нашим участникам, нашей замечательной ведущей. Спасибо, Эл. Но это не просто первый, второй и третий анекдот, они участвуют в конкурсе, и победитель получит 3000 рублей. Ну а сейчас, скажем так, тайное голосование, я прошу всех по очереди. У вас единственное, что должны будет нажать, кто это два человека участвует, потому что иначе у нас не получится, наш смехомер сойдет с ума. Пожалуйста, Сережа, ты нажимаешь первый. Какой первый, второй или третий анекдот? Третий, самостоятельно. Хорошо, третий. Можно было тайну из этого сделать. Илюшенька, пожалуйста, нажми ты какую-то циферку. Я предлагаю Андрею все-таки нажать. Андреушенька, да, у нас нажимальщик. Вот так. И вы тоже по очереди, да, пожалуйста, прошу. Раз, и Анюта, пожалуйста, вот так. Смотрим результаты. Ну, я так и ожидал, победил анекдот под номером три. И мы поздравляем победителя от 3000 рублей. Как раз-таки в данном случае валяются на дороге, потому что именно на дороге простых людей встречает наш корреспондент Эл. Участвуйте, гуляйте, рассказывайте, не стесняйтесь, зарабатывайте деньги, а мы продолжаем анекдот-шоу в Одноклассниках. Поехали. Я обожаю, когда третьему завершающему конкурсу команды, скажем так, подходят вот в этом вот паритетном состоянии, в равновесии, но, тем не менее, все равно как будто все надо начинать сначала, да, потому что вы абсолютно равны, Смехомер вас одинаково любит, вернее, он меряет, вас одинаково любят наши зрители, поэтому соберитесь, финальный раунд, который называется «Угадай, а не вдох». Итак, а как мы поступаем в этом завершающем раунде? Все очень просто. Я, я начинаю рассказывать анекдот, вы, если знаете его окончание, поднимаете руку вверх, кто это сделает быстрее, тому, значит, право его дорассказать. Если вы действительно угадали, вам зачисляется балл. Таким образом вы поочередно набираете балл, набираете, набираете. Если вдруг ответили, но неправильно, балл не зачисляется. Но, если вы ответили логично и действительно схлопнулась концовка, то есть, ну, действительно завершился смешной анекдот, не знаю, додумали, или, может быть, действительно очень много анекдотов, которые начинаются там одинаково, заканчиваются абсолютно по-разному, то, может, по реакции зала, если это будет смешно, смехомер зачтет вам этот балл. Короче, надо вспоминать и угадывать. Все понятно? Все как всегда. Значит, две пожилые женщины, значит, в бане раздеваются, и одна снимает юбку, там, смотри, вторая, на ней мужские трусы семьи. Ну вот, я знаю. Да, ну вот же, чего ж ты ждешь, ты родной, я же знаю, что ты знаешь. Вот, я знаю, да. То есть, ты знаешь, что, да, ну хорошо. Ты знаешь, что я знаю, но он экстрасенс же, чего. Вот. Одна в семейных трусах, и там у нее спрашивают, типа, а что ты в семейных трусах? Ну, типа, знаешь, вот как 30 лет назад у меня муж под кроватью их нашел, с тех пор я их ношу. Да, это... Пришлось, да. 30 лет, то есть, это, знаешь, чьи-то, мои, ну все, носи, пришлось 30 лет найти. А после этого, молодцы, Андрюша не подвел. За счет в один балл, счет становится 1-2. Анекдот. Значит, идет корабль по морю, и на нем проходит, значит, конкурс красоты, там, значит, девушки, красивые, миссы всех стран, континентов, значит, огромный лайнер такой просто, вот, ну, шикарный такой конкурс. Значит, там несколько конкурсных дней, какие-то там шейхи, ну, то есть, все там, бриллианты, все дорого, то есть, куча красоток, то есть. И вдруг они попадают в жуткий, в жуткий такой шторм. Значит, кораблекрушение, полностью тонет весь корабль, все погибли, все погибли, и только спаслась самая красивая, там, основная прецедентка на мисс Вселенная. И, значит, механик этого корабля такой, Вася вообще, то есть, такой без зубов, руки черные, то есть, он вообще там, на палубе был вообще один раз за 20 лет на этом корабле. Их прибивает, значит, волной на необитаемый остров, ну, и живут, значит, они, там, неделю, он к ней подойти боится вообще, думает, куда я, это же, ну, блин, это, ну, ну, просто, ну, где я, где я, где она даже не боится заговорить. И она думает, блин, господи, почему, ну, почему мне вот этот вот принц, там, вообще, Абду Али, который был, он миллиардер, почему, блин, какой-то Вася, все, сидели, плакали, неделю, на следующую неделю, он думает, ну, в конце концов, нету никого, ну, подойду, там, и чего, ну, и я, Вася, ну, и что, ну, зато мы, ну, я же тоже живой остался, то есть, и она тоже, она думает, а, блин, ну, в конце концов, ну, хоть какой-то мужичонка, и... Ну, раз, проходит еще неделя, они уже все сидят, разговаривают, уже друг на друга смотрят, там, вообще, пошли вместе, значит, собирали каких-то кокосов, разошли, там, огонь добыли, терли, все, построили лачугу, проходит еще неделя, и все, ну, уже оба не могут удержаться, но нету никого просто, и, значит, и, значит, у них такой секс, точек, который не было ни у нее, ни у него, вообще, за всю свою жизнь, просто все так настолько шикарно, не знаете? Нет. И, значит, и на следующий день после этого замечательного, шикарного секса, значит, она ему, там, приносит, приносит, там, яичницу какую-то из собранных, там, птичьих каких-то яиц, и салат какой-то из авокадо, там, все такое, ну, на, дорогой мой, мой милый, на, покушай, а он сидит такой, угрюмый совершенно, он говорит, что-то не так, что-то тебе не нравится, он, ну, что, что, скажи, пожалуйста, что я могу для тебя сделать, красиво, просто невероятно. Вот этот Вася сидит такой, говорит, а ты можешь, а ты можешь мою тельняшку надеть? Он говорит, твою тельняшку, да, надень мою тельняшку, ну, раз, наделаю тельняшку, не знаете? Я вспомнил, потом рассказывал. Да, 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 Илья знает, Илья знает, знает. Ну, ну, ну. Ну, да, ну, там немножко по-другому было, когда я слышал, там была не мисс Мира, там была Анжелина Жили и Гагик. Ну, 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 не важно, да. Не важно, говорит, слушай, ну, ты можешь это брюки надеть? Она надевает брюки, так, можешь это, жилетку надеть? Надевает жилетку. Слушай, а можно я тебе вот так вот углем под носом так вот нарисую усы? И нарисовал, и так она спрашивает. Слушай, ну и чего дальше? Он так мне подходит. Слушай, Сурен, ты присохнешь, с кем я уже две недели сплю? Ну, да, тут вот здесь котовка была. Слышь, мужик, ты не представляешь, я вчера мисс Мира трахал. То есть вот, ну, тоже, я говорю, ты лучше расскажешь. Просто, да, ну, засчитываем бал. Сейчас становится 1-3. Сейчас становится 1-3, надо что-то делать. Надо что-то делать. Ну, ты про сиськи ничего не рассказываешь. Про сиськи? Вот анекдот. Значит, две подруги сидят в ресторане. Две подруги сидят в ресторане, значит, обедают, и вдруг одна такая... Боже мой, он так на меня смотрит, какой горячий мужчина. Ну, просто какой горячий мужчина. Галя, ты не представляешь, какой горячий этот мужчина на меня смотрит. Не знаешь? А подруга говорит, дура, вы сиську с борща. Я уж тебе как мог подставил, слушай, и про сиськи там, и про борщ, и про борщ. Ты так рассказываешь, интересно, что я думать не могу. Как ты не старалась, как я бы не пытался вас вытащить, но все равно фокусники совершили магию и победили сегодня. Давайте поздравляем братьев Сафроновых со счетом 1-3. Они одерживают сегодня победу, хотя не столь убедительную, чтобы это было прям с огромным отрывом, потому что все-таки здесь были попытки и была возможность, да, все-таки выиграть. Но наш смехомер не обманешь. Друзья, и пришло время награждать наших победителей. Итак, как обычно, мы дарим драгоценности. Драгоценное серебро и золото. Начнем с серебра. Серебряные лопаты – символ нашего шоу. Тем, кто сегодня был немножечко, чуточку-чуточку менее смешной. Спасибо большое. Давайте, проходите. Раз, пожалуйста. Мне как раз такая нужна. Сходяйте, пригодится. Поцелуй ее еще, пожалуйста. Браво. И прошу вас сюда. А три-то у нас впервые прям. Какие-то войска. Пожалуйста, Сережа, Илюша и Андрюша. Спасибо. Покажите. Браво. Дорогие друзья, всегда будьте навеселее. В хорошем смысле этого слова. Ура. Пожелаем ребятам хороших гастролей. И вам, и вам побольше зрителей, и телегрителей, и зрителей в интернете. А с вами, друзья, увидимся ровно через неделю. Анекдот-шоу шагает. Привет всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...